Победа! Это сладкое слово победа! Бабиков! Вот так триумфатор Тюменского чемпионата Европы Антон Бабиков добавил ложку меда в бочку с дегтем. В последней гонке первого этапа Кубка мира безмедальная серия сборной России прервалась. Вообще, в последние несколько сезонов молодые биатлонисты редко радуют успехами. Тренер начинающих спортсменов Людмила Матько дает неожиданное объяснение. Детям некогда тренироваться. Школьная программа очень тяжелая, много дополнительных занятий, ЕГЭ, поэтому посещают тренировки реже. Из-за этого и результат падает. Она начала тренировать 6 лет назад. В беседе за кадром признается, в профессиональном спорте сегодня много проблем. Начиная от кадровой в тренерском штабе, заканчивая большой нагрузкой на юниоров. От молодых спортсменов требуют сверхрезультатов. Возможно, в этом причина неудач на мировых стартах. Сегодня в секцию биатлона приходят дети после серьезной лыжной подготовки. 5-6 лет усиленных тренировок. И только в 13-14 лет им впервые доверят в руки винтовку. Они только делают первые шаги на лыжах. Перед каждой тренировкой сами готовят спортивный инвентарь. И активно следят за выступлением своих кумиров. Биатлон я смотрю всегда. За кого в биатлоне будешь? Ну, за Шипулина, за Бабикова, за Цветкова. Из тюменских биатлонистов Швеции выступили Евгений Гараничев и Анастасия Загоруйко. Своими результатами наши стреляющие лыжники пока похвастаться не могут. Лучший результат Насти – 29 место. У Евгения только 30-е. Однако спортивные эксперты считают, все победы у тюменцев впереди. Негативных выводов по поводу выступления тюменцев на первом этапе Кубка мира делать точно не стоит. Про Евгения Гараничева давно известно, что он ближе к Новому году уже начинает, что называется, разбегаться. И его результаты на 100% вырастут. Здесь даже нет никаких сомнений, он это из года в год доказывает. Что касается Анастасии Загоруйко, то на общем фоне выступления женской команды она ничуть не выбивалась. Остается надеяться. Все неудачи спортсменов носят исключительно временный характер. Окончательно станет понятно на главных стартах сезона – чемпионате мира, который состоится в феврале в Австрии. Никита Филиппов, Сергей Кондаков. Тюменское время.